Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вчера Сергей Дудинский, значит, я увидел видео, он не вчера это сделал, еще перед Новым Годом, в Барнаульской филармонии, в Барнаульской филармонии, сказал, что, значит, его, ну, конкуренты по борьбе, Димаш Кудайберген и Лара Фабиан в фейковой премии Адажи Уорлд, но он, конечно, слово фейковое опускает, ключевое для зрителей, достойные певцы, неслыханное хамство, я считаю, для всех, да вообще для всех людей нормальных, не только для почитателей таланта Лары Фабиана, Димаш Кудайбергена, в Барнаульской филармонии, достойные певцы. Ну, да ладно, значит, я принял решение немножечко приоткрыть завесу на Сергея Дудинского, давайте же посмотрим, скорее, что же, что же, что же там прячет Сережа. А прячет у нас Сергей довольно много, нашими рабочими инструментами будут, соответственно, фото, где я надел достаточно много скринов, значит, Инстаграм Сергея, это открытые источники, законодательством совершенно не запрещено смотреть нам, тем более обсуждать. Я никакие выводы делать не буду, просто вам покажу, выводы будут делать только вам. И, безусловно, YouTube. YouTube, да? Ну, начнем. Смотрите, я надеюсь, что что-то я вам покажу. Во-первых, нам нужно понять одну простую вещь. На YouTube, на YouTube у нас с вами существует канал под названием Brilliant Singers. Видите? Brilliant Singers. Когда мы заходим на этот канал, то мы сразу видим Дудинского. Здесь он очерняет Димаша, пытаясь сказать, что он там платье какое-то украл, которое в клипе было у Дудинского. Не понимая, что если у Дудинского Португалия и океан, а у Димаша сказочная тысяча и одна ночь, то, значит, плагиатом это не может быть. Иначе бы любая актриса, которая снялась в одном пальто в двух разных фильмах, один про Марс, а другой про, значит, животных, про лягушек Амазонии, тогда можно было признать фильмы плагиатом. Но, тем не менее, они сняли этот бред. Смотрите, значит, здесь Дудинский отметил высокое мастерство Димаша. Видите, какое неслыханное хамство неделю назад. И вот это все о Дудинском. То есть, если мы в видео перейдем и посмотрим, значит, вообще, в принципе, здесь один Дудинский. Один Дудинский, все. И самое интересное, канал начинается вот с этой записи. Посмотрите. Димаш, новая песня, не отпускай меня. И это именно та фейковая песня 11 месяцев назад, в начале года. Канал только создан. Мы можем зайти вот здесь и посмотреть. О канале. Смотрите, дата создания. 9 января 2019 года. То есть, канал был создан. И сразу первое, что было залито, это видео, где поет Димаш, но голос Дудинского. Представляете, какой пиар-ход? Какой пиар-ход? Все же начнут спрашивать, а чей голос? А чей голос? Скажут, а это певец Дудинский. Представляете, это же вообще придумать такое. Дать, значит, соответственно, картинку Димаша, а голос Дудинского. То есть, мы понимаем, что это канал Дудинского. Вероятнее всего, я так буду говорить, вероятнее всего. Потому что аффилиации-то мы же не видим никакой. Но, тем не менее, Бриллиант Сингерс. Мы запомнили с вами, да? Значит, вот есть здесь у нас с вами такое дело. Теперь, мы с вами переходим и набираем, собственно говоря, канал Дудинского. Чтобы посмотреть... Вот смотрите, Дудинский мы набираем. Во-первых, еще надо найти Дудинского. Вот он. Мы с вами выбираем, набираем, заходим и смотрим канал самого Дудинского. Значит, на канале Дудинского нас интересует что? Каналы о канале создан он аж в 2010 году. Можете себе представить? Аж в 2010 году. Кстати, телефон мамы Марины сотого есть, кто хочет привет передать. Значит, давайте посмотрим, с чего же начиналось. Посмотрите, это, видимо, любимая Сережина композиция. Коли он столько времени не уделил сразу после открытия канала этой композиции. Какая она? Посмотрите. Адажо. Адажо кавер Лара Фабиан. Я ни на что не намекаю, ни в коем случае. Я думаю, что умные люди сами все поймут. То есть, Дудинский семь лет назад выкладывал, будучи еще молодым, мечтая об исполнении Адажо на большой сцене. Так сказать, да, выкладывая исполнение Адажо. Адажо. Значит, теперь давайте дальше перейдем. Перейдем непосредственно к Инстаграму, для того, чтобы мы могли посмотреть то, что нам нужно. Вот у нас Инстаграм Сергея Дудинского. Где он, так сказать, абсолютно не скрываясь. Вот, пожалуйста, Дудинский. Дудинский. Где он, абсолютно не скрывая, значит, не только поздравляет всех вот здесь поздравлений и говорит о том, что спасибо вам большое за то, что вы голосовали за меня. Но вот он еще, видите, создал такой коллаж. Полная победа. Адажо World Award. Вот, Виннер Дудинский. Победа. И если мы нажмем на одну из фоток вот сюда, то здесь он что пишет нам? Спасибо, друзья, всем, кто голосовал, верил в меня. Мы победили. Это огромный праздник. Стать лучшим Адажо World Award и получить звание бриллиантового голоса. Помните, да, название? Бриллиант Сингерс. Помните, да? Значит, вот теперь смотрим сюда. Хэштег, посмотрите. Бриллиант С Групп НЛ. Ну, есть такая компания НЛ Интернешнл. Видимо, Сергей там подрабатывает, это сетевой маркетинг. Он распространяет, видимо, там шампуни всякие, питание спортивное. Он ходит в спортивный зал и, видимо, распространяет. Подписывается под него. Как сетевой маркетинг. Зарабатывает просто, когда не хватает. Вот. Бриллиант С. Видите? Бриллиант С. Хэштег. Ну, вы понимаете, да, что канал не может быть тот, существовать в отрыве от, собственно говоря, вот данного исполнителя. Он проставляет также МУЗ-ТВ 2019. Все остальное. Ну, вот смотрите, премия. Ведь любая премия, много же фотографий, правда ведь? Ну, смотрите, если мы нажмем, например, на хэштег Адашу, у нас же будет очень много фотографий. Смотрите, 119 тысяч. Адашу, конечно, очень известна Адашу. Давайте нажмем на Адашу Уорлд. Сколько у нас публикаций Адашу Уорлд? Это известная международная премия. Шесть публикаций. Из них три сайта. Раз, два, три. Одна о Димаше и две Дудинского. Одна публикация. Это публикация сделанная из Омской филармонии, где, значит, мы собираемся на концерт Дудинского в Барнауле. И где написано, невероятное исполнение Адашу Альбионе Сергеем Дудинским. Продолжает покорять весь мир. Сергей пишет и звонит поклонникам всех концов земного шара. Продолжаем голосовать за Сергея на сайте Адашу. То есть, это какие-то поклонники, видите, они на сайте певца. Привет, Сергей из Индонезии. Видеоряда. Трепыра-стапыра. Понимаете, да? То есть, вот такая известная премия, у которой ноль фото. Ноль. Но у нас еще есть хэштег. Посмотрите. Самое интересное только начинается. Адашу Уорлд Сергей Дудинский. Победитель, конечно. Смотрите, сколько фотографий международной премии. Аж целых три фотографии. Аж целых три фотографии. И все, так сказать, сделаны или Дудинским, или О-Дудинском. Вот опять пишет то же самое. Значит, смотрите. За невероятно яркое исполнение, около 10. За невероятно яркое исполнение этого произведения певец номинирован на международную премию Адашу Уорлд. На виду с такими именами Клара Фабин, Хосе Карерас, Сара Брайтман, Иль Дива. Ну, а Димаша Кудабергени ни единого слова. Ни одного. Почему? Как вы думаете? Ни одного, видите, упоминания-то нет, что он соревнуется с Димашем. Нет упоминания. Да потому что... Да потому что это и был смысл. Значит, то есть, это такая международная премия. Посмотрите, какая она известная. Интересная публикация. Три публикации, боже мой. Ну, с ума. Мы сейчас сойдем с ума. Бриллиант С. Да? Ну, вы понимаете. А теперь мы погуляем по, значит, инстаграму, собственно говоря, Сереже. По инстаграму Сереже. Я вас немного шокирую. Может быть, может быть, нет. Давайте посмотрим фотографии Сергея. Может быть, мы что-то действительно интересное обнаружим у него. У него очень много фото. Мы будем долго так искать. Поэтому я сделал скрины, фотографии, чтобы нам было, соответственно, проще в этом смысле делать. Очень много фото. Я сейчас вам кое-что покажу. Значит, первое, что мне хотелось бы вам показать, это вот эту фотографию. Она уникальна в своем роде. Сделана 9 октября, публикация 2019 года. Посмотрите, Сергей Дудинский впервые и всего один раз в своем инстаграме проставляет вот такой хэштег. Посмотрите. Димаш Кудайберген. Вы понимаете, да? 9 октября 2019 года Дудинский проставляет сам хэштег Димаш Кудайберген. Больше вы таких не увидите хэштегов у него. То есть, ну, он не просто о нем знает, он целый хэштег проставил для того, чтобы, ну, его ветки в этой заметили. Теперь дальше. Смотрите, я вам сейчас покажу. Значит, сейчас мы с вами найдем. Сейчас, одну секунду, ребят. Вот здесь мы с вами видим, смотрите. Следующий хэштег. Тоже, так сказать, выложено. У нас с вами это 9 октября тоже. Смотрите. Прямо с телефона показываю. Игорь Крутой. Лара Фабиан. Вопрос задаю вам. Наводящий такой. Мы же никого не обвиняем. Мы просто смотрим фотки. Кто участвовал в конкурсе? Я вам показал две публикации. Странно совпадает, да? А вот местом вручения значится Париж. А Сергей у нас очень любит. И вот на этой фотографии, выложенной 12 июня, у нас есть хэштег Париж. Сережа очень любит Лондон, Париж. День рождения он был в Лондоне, Париж, Италия. Ну, собственно говоря, нет проблемы написать. Так, значит, мы с вами посмотрели. Более того, у него есть вот такая фотография. Посмотрите. Он еще и был в Казахстане. Видите как? Казахский флаг. То есть он абсолютно в курсе, что происходит. 16 августа. Абсолютно в курсе того, что происходит в Казахстане, в мире музыки. Я имею ввиду Димаша Кудайбергена. Как феномен, как явление. Да? Значит, и дальше мы с вами смотрим. Дальше мы с вами смотрим. Вот Сережин день рождения. Значит, теперь, пожалуйста, вот еще. Лара Фабиан, Игорь Крутой. Лара Фабиан, Игорь Крутой. Опять. То есть желание работать с Крутым. А кто работает с Крутым? У кого такой успешный творческий союз? Чей хэштег он проставил? Первый я вам показал. Ну, вы понимаете, чей, да? Значит, еще интересно. Вот. Перед началом конкурса он выкладывает фотографию. Смотрите. С хэштегом. Вот это 13 ноября. Конкурс начался 25. Дом-2. То есть Сережа, в принципе, не против ради популярности на Дом-2, видимо, пойти. Модель 2020. Все нас интересует. Нас интересует, знаете что? Нас интересует... То, что он перед конкурсом пишет. О боже! Сколько же у меня в голове идей. Три точки. Мы, Сережа, не сомневаемся. Что у тебя идей было очень много. И, видимо, одну ты все-таки реализовал. А теперь давайте посмотрим. Понимаете, люди некоторые есть специфические. Они косвенно выражают все то, что у них есть в душе. Посмотрим фотографию. Первый день после начала конкурса. Первый день после начала конкурса. 26 ноября. Посмотрите. Красный цвет. Видите как? Мы об ориентации Сергея можем только догадываться. Поэтому я говорю, люди такого склада, они могут косвенно выдавать себя. Красный цвет, прежде всего, ассоциируется с кровью и огнем. То есть он настроен... Видите, как настрой какой? Его символические значения очень многообразны, пишет Сергей. И порой противоречивы. Красный символизирует радость, красоту, любовь, полноту жизни. То есть у него радость. 26 числа начался конкурс. У него радость. Он понимает, что он скоро взорвет. Наконец он вырвется из Пермской и Барнаульской филармонии. И возможно, наконец, так сказать, взорвет. И его узнает весь мир. А с другой стороны, вражду, месть, войну. То есть все те, собственно говоря, чувства, которые, видимо, копились в нем эти годы. И тут раз, и Димаш мгновенно становится знаменитым. Но я вам показал хэштеги. А жажду быть знаменитым, и во что бы то ни стало прославиться, выдает вот это фото. Он тут пишет всякую, так сказать, свои... Но посмотрите, посмотрите хэштеги. Поставь лайк. Лайк. Лайки за лайки. Лайки. Лайк ничего, как не родная. Поставь. Лайк взаимно. Лайк инстаграм. Лайк взаимно. Лайк не меня. Лайк инстаграм. То есть человек, значит, реально готов просто лайкать друг другу. И нравится. Это же лайки за лайки. Получается. Понимаете? То есть это делают люди. У него целых 10 комментариев. То есть это делают люди друг другу взаимно. Взаимно. И, значит, он просто просит. Ну лайк не меня. Ну я хочу быть знаменитым. Понимаете? Он кричит уже просто. Он кричит. Он уже не знает, что сделать. Ну вот вы, ребята, видите хэштеги. Первый. Димаш Кудайберге. У Дудинского. Второй. Лара Фабиан. Третий. Игорь Крутой. Четвертый. Игорь Крутой. И Лара Фабиан. Ну теперь я вам еще раз задам вопрос. Кто в конкурсе участвовал? Кто, так сказать. Кого он обошел? Да? Значит. И какие публикации он делает на момент начала конкурса? Да? Война. Огонь. Радость. Перед началом конкурса. Много идей у него. Да? Значит. А теперь давайте посмотрим канал. Видели вы же? Бриллиант Сингер. Который. Значит. Мы видели, что хэштег тоже у него проставлен. Соответственно. Он знает об этом канале. Раз он ставит хэштег. И. Ну. Мы понимаем, что он не может не быть никак не связан с ним. Давайте посмотрим дальше. А теперь, ребят. Перейдем ко мне на канал. И вот. Я вчера выложил ролик. Где Дудинский назвал Димаша и Лару Фабиан достойными певцами. А даже Орл. Да? Значит. И давайте откроем комментарии. Помните, да? Канал Бриллиант Сингерс. Значит. Давайте чуть-чуть вниз опустимся. Здесь почти под каждым комментарием этот Бриллиант Сингерс оставил свой след. Почти под каждым. Но нам более интересна ветка, где комментариев больше всего. Собственно говоря, мы подозреваем, что это и был сам Сергей Дудинский. Кому интересно, можете прийти. Вот, пожалуйста. Смотрите. Бриллиант Сингерс. То есть тот канал. И пишут. Да, Димаш еще в школе учился, когда уникальные вокальные данные Дудинского признали его всемирно известные учителя. Зураб Саткилава, Насерад Кабалье. Еще Димаш не пел, а Дудинский уже двоеточие. Лауреант Гран-при там это. Победа ТТТ, РТФ. То есть там по телеку спел. Активное развитие. Набор. Пеки. А вы и дальше лейте свою желчь и хайпуйте на Димаша, который сдуется очень скоро. Представляете? И вот какая огромная, мы защищали Димаша, огромнейшая, огромнейшая ветка разных-разных совершенно сообщений. Ну, мы предполагали, что это Сергей Дудинский или, возможно, мама Марина его, как Крэйзи Макс ее называет, ласково его, значит, концертный директор. Но, тем не менее, вы можете прогуляться по, значит, это, и видите, везде. Перестань. Дудинский более 10 лет успешно поет на российские сцены всех размеров в Кремле. Международной музыки. Видите, люди уже пишут, что да отстань ты уже, ты уже просто отстань. Ну, кто умаляет его заслуги, ну, просто нужно быть честными. Любой открытый, опять, у тебя какое зрение крутое, что линзы увидела. То есть, хамство, Бриллиант Сингерс, хамство льется рекой. Напомню, там канал создавался исключительно с фейка, где нужно было пропиариться лицом Димаша, а голос сделали Дудинского. Вот сюда пожаловал сам Дудинский, по всей видимости, мы так подозреваем. А вот, ребята, ключ. Это слоган Дудинского. Смотрите, он написан прямо у него, это он придумал. Иллюзия должна продолжаться. Это его шоу-артист. Целых семь лайков он собрал. Он, видимо, именно поэтому и победил, так сказать, потому что такая премия известная. Иллюзия должна продолжаться. Понимаете, в чем дело, да? Вот, ребята, понимаете, все дело в том, что социальные сети дают возможность посмотреть просто даже по проставленным хэштегам и понять, что человек знал. Очень долго, много лет пел по филармониям, увидел феномен Димаша, который просто буквально взорвался в 19-й год и получил везде певец года в России везде. Дудинский тоже проставлял хэштег певец года 2019. А не получил. А там, а сям. Крутой проставлял. А с крутым Димаш. Понимаете? И даже на одной фотке проставлен хэштег Димаш Кудайберген. Ну, Дудинский проставляет. Он был в Казахстане. Он все это видел, он понимал, слышал. Но он не знал, как сделать так, чтобы он же так точно взорвался. И он проставил даже все хэштеги участников, основных участников конкурса Ада Жо. Лара Фабиан, Димаш Кудайберген, Игорь Яковлевич Крутой. Ну, и вы видели, сколько фотографий, какой известный конкурс, когда нажимаешь на Ада Жо, где он сам себя поздравляет. Ну, и напомню, что он сейчас ездит по филармониям и поздравляет сам себя. И называет достойными, действительно, достойными конкурентами Димаша Кудайбергена и Лару Фабиан. Канал Бриллиант Сингер, я подозреваю, я подозреваю, что это и есть Дудинский. Ну, и начинали с фейка. Начинали с фейка. Запустили вот этот вот клип, где Димаш опоет голосом Дудинский. Специально сделали, видимо, так, чтобы пропиарить его. Почему бы сейчас, под конец года, не сделать то же самое, видите, но только вот таким путем. Более того, вы видели, какие фотографии в первый день начала конкурса. В преддверии, в ожидании, в желании. Как же будет здорово. Ну, и, так сказать, понимаете, вот, выводы делать только вам. Только вам, ребят. Подписывайтесь на канал, кому нравится. Подписывайтесь на лучший фан-клуб Димаш Димаш Диэрс. Это группа ВКонтакте, наш фан-клуб Димаш Диэрс. Всем пока, ребят. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok